Чтобы не сдавать экзамены в школе, Надежда Пономаренко, как и ее одноклассница, ушла на фронт. Тогда в 41-м она не задумывалась над тем, сколько горя и лишений придется пережить. Но одно знала точно – это ее долг перед Родиной. Я убеждена, что наше будущее в хороших руках, надежное. И они также, и как мое поколение, которое отстаивало свою независимость, жизнь своего народа и близких людей, будет очень ценным примером для их жизни. Такие встречи – это бесценный дар подрастающему поколению, детям, которые должны помнить героев Великой Отечественной войны. К сожалению, ветеранов на данный момент мало. Годы идут, их становится все меньше и меньше. И нынешнее поколение пока может их увидеть, застать, пообщаться с ними. Это очень важно знать, какую боль, какой ужас они пережили. И понимать, чтобы делать так, чтобы больше такого не повторилось – это самое важное. Урок мужества в этот раз проводили не только ветераны Великой Отечественной, но и сотрудники Росгвардии, за плечами которых десятки лет службы в силовых структурах. Мы сегодня проводим мероприятие «Урок мужества». Это патриотическое воспитание молодежи. Присутствуют будут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Росгвардии, полиции, ну а также молодые сотрудники, которые сейчас несут непосредственную службу в Росгвардии. В 1980 году я работал на научно-исследовательском институте, закончил Бауманское училище, и меня пригласили во вневедственную охрану. Как раз в этот момент вневедственная охрана достаточно бурно развивалась, и я пришел начальником пункта централизованной охраны в Одинцово. То есть я занимался техникой в Одинцовском районе. Самая интересная часть – это практическое занятие. Ветераны Росгвардии продемонстрировали ребятам приемы самообороны. Причем буквально разложили все по полочкам, чтобы в случае нападения мальчишки и девчонки смогли за себя постоять. Было очень интересно послушать, понять, что это в жизни всегда может пригодиться. Даже любые приемы, чтобы защититься от какого-то нападения ветераны рассказывали про свою жизнь. Очень сложно было это слушать, так как понимаешь, что ты живешь, у тебя все есть. А они, можно сказать, свое детство проводили в окопах, и у них детства не было. Мне, на самом деле, очень интересно их слушать, так как я считаю, что каждый человек должен знать свою историю, и как все происходило, и слушать мнения ветеранов, как они относятся к этому. Они всегда дают нам советы, которые очень помогают нам в жизни. И я считаю, что это очень полезно для современного поколения. Такие встречи проходят регулярно во всех школах Одинцовского округа. Ветераны делятся опытом и знаниями с детьми, а те, в свою очередь, спрашивают советы и запоминают каждое слово героев. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Голиков, телекомпания Одинцова.